Привет! Вас как зовут, мальчишки? Максик и Егорка, да? Максик и Егорка, да? Да. Ну, мы помним Максика и Егорка, это в 2017 году. Мы прекрасно помним, когда вы на автостоянке попали, перевернулась коляска с детьми. Да, да, это очень было страшно. Да, да, дети чудом не пострадали, взрывной волной перекинуло их. Ползли в магазин, это мы все видим. И грузчик с магазина, ну, было очень, как бы... Это жилплощадка, они живут в доме, в который были попадания, до сих пор не отстают обои. А также мы можем посмотреть вот в эту сторону. Вот это окно до сих пор никто не поставил, а средств самим поставить окно у них нет. Это под окно попал снаряд, тогда я помню вас, да? Да, да, к нам прилетелось сюда, и соседи же тогда окна все пострадали, и у нас же все это... Кошмар. Максим. Сегодня благодаря одному человеку, это у нас Влад Чепрасов из США, он очень переживает за людей, которые находятся на Донбассе, особенно за деток, женщин, стариков. И вот он передал вам продукты, чтобы поддержать вас в трудную минуту. Мы знаем, что у вас есть еще и дочка, да? Нет, сын. А, еще сын. Это сколько ему? 18 будет в октябре, но уже как бы и учится, и подрабатывает. Вот так женщины, дети живут постоянно под обстрелами. Перемирие началось или нет? Ой, по-моему, не началось. Вообще, по-моему, не началось. Позавчера били так, били, это вообще был ужас. Я не знаю, куда оно летело, откуда, и это был дурдом просто. Вот. Вот так проживают здесь детки. Спасибо, люди, спасибо вам за вашу помощь. Благодаря вашей помощи вот эти малыши будут сити и накормлены.